Украина передала Пентагону отчет об использовании в ходе боевых действий американских кассетных боеприпасов. По данным телеканала CNN, доклад содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и сведения о пораженных целях. Их применение подтверждают и наши военные. С передовой уже поступают наши бойцы с характерными множественными ранениями. За их жизни и выздоровление борются медики многочисленных прифронтовых госпиталей, в одном из которых побывал и Роман Быков. Азовское море буквально в двух шагах за моей спиной, вот за этими соснами, кленами. Теплая вода, замечательные пляжи. Казалось бы, надо только купаться и загорать. Однако нам не до пляжа с удовольствием. Мы прибыли в МОСН. Медицинский отряд специального назначения. Это действительно самый настоящий спецназ от медицины. Здесь собраны лучшие. Немало врачей приехало из легендарного национального центра хирургии имени Вишневского. Как, например, Юрий, полковник медицинской службы. Выкрыв время между операциями, а они здесь идут круглосуточно, он проводит нам экскурсию по зданию. Вот это перевязочное. Два у нас перевязочных стола развернутых здесь. Все будет для перевязки. Плюс у нас здесь, как всегда, обычная пилотажа у нас в УЗИ. Диагностика проводится. Плюс мы проводим под УЗИ проводники и все делаем. Ну, соответственно, оборудование, расходные материалы. Ну, там. Соответственно, проводится здесь у нас перевязка. Словом, тут есть все. Процедурный кабинет, где можно сделать электрокардиограмму, поставить капельницу, операционные и даже стоматология. Да-да, зуб может заболеть даже на фронте. Тем временем по рации сообщают, что прибыли новые раненые. Юрий сразу же следует в операционную, где отменно работает кондиционер. Комфорт и для медиков, ну и, конечно, для бойцов, у которых множественные повреждения. Ночью они получили их на передовой от тех самых кассетных боеприпасов. Операция идет быстро. Юрию ассистирует наш тверской волонтер Ольга Левитина. Мы сейчас проводим блокаду бедренного нерва, для того, чтобы товарищи-хирурги могли у нас поработать полноценно и провести перевязочный хирург, аккуратно. Сверху. 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 Подвести. Контролем. Более аспирацию. Отрицательно. Половину. Работа на передовой значительно обогатила опыт отечественных медиков. Кроме того, здесь тот самый случай, когда новое – это хорошо забытое старое. Как, например, проводниковая анестезия, которую Юрий вместе с коллегами применяет все чаще, поскольку у нее целый ряд плюсов. Можно выполнить обработку первичную хирургическую или наложение аппарата КСВП на конечность без большой анестезии. То есть минимум технических средств. Выполняется проводниковая анестезия бедренного седалищного нерва, и хирурги могут полноценно работать. Сейчас в МОСН уже в почти 100% случаев выполняется проводниковая анестезия на конечностях. Раненые получают большую длительность обезболивания, комфорт и общее улучшение состояния в условиях шока и большой кровопотери. И это только малая толика успешных методов лечения, которые применяются в медицинском отряде специального назначения.